Торпедовец Зинёв Но хозяева постепенно входили во вкус атак и угловой поданный черно-зелеными на 12-й минуте получился очень опасным. Гранквист выиграл воздух и переадресовал мяч на угол Вратарской, откуда Мартынович лёту пробил выше перекладины. Не менее острым корнером пять минут спустя ответила Торпеда. Зинёв замыкал скидку партнёра, однако пробил точно в руки Диканю. Обмен выпадами продолжился. Краснодарец Вандерсон на 18-й минуте пальнул с острого угла. Живнов оказался на чеку. Через две минуты уже Торпедовец Виейра проверил бдительность Диканя ударом из-за штрафной. Голкипер хозяев тоже не сплоховал. А когда на экваторе первого тайма с линии штрафной поворотом Быков выстрелил Стиванович, 31-й номер по-настоящему выручил горожан, отразив снаряд в красивом броске. Очередной атакующий ход краснодарцев не заставил себя ждать и стал результативным. Калешин верховым вертикальным пасом нашёл Лабарде, который на скорости ворвался в штрафную гостей, а не успевший за быстроногим колумбийцем Торпедовский капитан Рыков уложил его на газон с бесспорным нарушением правил. Рефери Кирилл Левников оценил этот фолл с жёлтой карточкой и указал на точку, с которой Франсишку Вандерсон пробил точно в нижний угол без шансов для Живнова. Игра и без того успевшая раскачаться, после гола буквально понеслась от одних ворот другим и обратно. Показательной здесь стала 34-я минута, в течение которой сначала краснодарцы едва не затолкали мяч в сетку о рот гостей после углового, а в ответ уже торпедовцы убегали к владениям Диканя 3 в 2, но загубили контратаку неточным пасом. Незадолго до перерыва ещё один прорыв Лабарде соперника остановили у самой линии штрафной, но свистка не последовало, поскольку мяч подхватил Калешин. Его кросс замыкал ударом с лёта Широков, однако защитник успел помешать Роману. Последовало три угловых подряд у ворот торпеда и последний привёл к могучему залпу Ахмедова от линии штрафной. Живнов среагировал, а кто-то из его партнёров первым успел на отскок и разрядил ситуацию. На этом увлекательная первая половина закончилась. Вторая же началась с вихревых атак Краснодара. Сначала Лабарде впорхнул в гостевую штрафную после проникающей передачи Широкова, а струнный пас пяткой Колумбийца на Мамаева перехватил защитник. Чуть позже Вандерсон успел к верховому забросу Широкова раньше голкипера, но вместе с Живновым перекинул и ворота. Хозяева шансы не использовали, а вот гости обратили в гол свой первый же момент, возникший после перерыва. Последовал прострел в район 11-метровой отметки, вынос у краснодарцев не получился и отскочивший мяч ударом в касание метров с 14 уложил в угол ворот дикане Антон Путило. Правда, равновесие на табло не продержалось и трёх минут. Краснодарцы снова придавили торпедовцев, Вандерсон направил мяч в трафную, снаряд принял Рикардо Лабарде и пробил в левый от себя угол. Живнов не дотянулся до снаряда, тот уходил в штангу, отразился от неё в ногу голкипера и юркнул за линию ворот. Торпеда ринулась отыгрываться, но остроты у ворот горожан до предовремени не возникало. И тут громом среди безоблачного весеннего неба грянул мощный дальний удар Кирилла Камбарова, дикант чуть запоздал с прыжком и мяч вонзился в ближний угол его владений. Играть с учётом добавленного времени оставалось минут 20 и они прошли в непрекращающихся обоюдных атаках. Быстров подловил голкипера гостей Живнова на неаккуратном вводе мяча в игру и собрался завивать пустые ворота, но был остановлен свистком арбитра, посчитавшего, что Владимир сыграл неспортивно и предъявившего ему жёлтую карточку. А на исходе основного времени очень близки к успеху были москвичи. Вышедший на замену торпедовский исландец Марасон убежал от Краснодарской обороны на свидание с Диканем и страж ворот спас быков от поражения, парировав ногой удар в упор. Сыграв на своём поле в ничью второй раз подряд, обескровленный травмами Краснодар растерял весь отрыв от армейцев. Теперь при равенстве очков ЦСКА опережает горожан за счёт большего количества побед.